Добро пожаловать на наш канал! В 2015 году переработка нефти в России составила более 282 миллионов тонн. Кроме того, министерство сохранило свои прогнозы по добыче нефти. По словам министра, добыча нефти в России в 2016 году составит 542-544 миллиона тонн и сохранится приблизительно на этом уровне в 2017 году. По итогам 2015 года производство нефти в Российской Федерации достигло 534,1 миллиона тонн, напоминает ТАСС. Добыча нефти на месторождениях Ненинского округа в первом полугодии увеличилась на 10%. По данным недропользователей, работающих в Ненинском округе, за полгода фактический объем добычи нефти в регионе составил 7,8 миллионов тонн. Это на 725 тысяч тонн или на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен в первую очередь наращиванием добычи на месторождениях имени Трепса и Титова компаний «Башнефтьполюс». Также выросла добыча на объектах Харягинского месторождения, разрабатываемых АО «Тоталь-РРР» на условиях раздела продукции. Кроме того, растет добыча на шельфе Печорского моря, на приразломном месторождении компании «Газпромнефтешельф». За 6 месяцев 2016 года там добыто 904 тысячи тонн. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Накопленная добыча по проекту превысила 2 миллиона тонн. Согласно планам недропользователей, в 2016 году будет добыто 16 миллионов 345 тысяч тонн углеводорода. Добыча нефти на острове Колгуев продолжает падать. Арктическая нефтяная компания добыла в 2015 году на Песчано-Озерском месторождении в Нинецком округе более 17,5 тысяч тонн нефти. Годом ранее компания достигла показателей в 18 тысяч тонн. Об этом говорится в годовом отчете «Зарубежнефти», которая контролирует 100% уставного капитала АНК. При этом добыча на месторождении падает ежегодно. С 2011 года, когда было добыто 24 тысячи тонн, к 2016 снижение достигло почти 26%. Вместе с тем «Зарубежнефть» не снижает объем инвестиций в разработку. В 2016 году они составили 16 миллионов рублей, в 2015 – 17 миллионов. Выработка запасов нефти в пределах лицензионного участка составляет 32%, говорится в материалах «Зарубежнефти». Песчано-Озерское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на острове Колгое в 200 километрах от Нарьинмара. Введено в пробную эксплуатацию еще в 1985 году. Ранее это месторождение разрабатывала компания «Арктикморнефтегазразведка», входящая в холдинг «Зарубежнефть». В марте 2015 года лицензия на разработку месторождения была передана АНК – 100% дочке «Арктикморнефтегазразведки», зарегистрированной в поселке Искателей Нау. Лицензию на Харягинское месторождение переоформят с Татал на «Зарубежнефть». Министерство природных ресурсов и экологии переоформит лицензию на Харягинское месторождение с Татал на «Зарубежнефть» 1 августа, сообщил журналистам глава Миниприроды Сергей Донской. В настоящее время СРП оформлено на Татал. Сначала оно будет переоформлено на «Зарубежнефть». После этого будет уже переоформлена лицензия на само месторождение, пояснил представитель Минприроды. Харягинское месторождение расположено в Ненецком автономном округе. Уже перешло в позднюю стадию разработки. Кроме того, его геологическая структура оказалась сложнее, а запасы меньше, чем прогнозировалось первоначально. По итогам доразведки запасы месторождения были снижены со 125 миллионов тонн до 29 миллионов. Татал обратилась «Зарубежнефть» с просьбой привлечь специалистов компаний и взять операторство в проекте. Кроме того, совместное использование инфраструктуры и объектов ЦХП позволит снизить операционные сдержки двух проектов. База инвестиционных проектов Ненецкого округа пополнилась двумя стартапами. Их разработали сотрудники Фонда поддержки предпринимательства. Один из проектов – создание торговой интернет-площадки для реализации продукции местных товаропроизводителей. По мнению специалистов фонда, такая площадка будет способствовать консолидации ремесленников и промышленников региона, формированию продуктового бренда «Нау» во внешнем рынке, популяризации местных продуктов внутри округа. Второй проект направлен на открытие предприятия по переработке рыбы в сельских населенных пунктах региона. Проект предусматривает копчение рыбной продукции, включая три этапа – приобретение сырья у рыболов населенного пункта, переработка рыбной продукции и реализация готового продукта среди местного населения и других населенных пунктов. Фонд поддержки предпринимательства ждет разработчиков стартапов, которые смогут воплотить проекты в жизнь. С бизнес-проектами можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки предпринимательства и на инвестпортале «Нау». В Янисском округе расширен перечень целевого использования микрозаймов. Теперь получить деньги взаймы можно на приобретение легковых автомобилей, снегоходных транспортных средств, лодок и лодочных моторов в целях ведения бизнеса. Соответствующие изменения внесены в следующие виды микрозаймов – старт, бизнес, инвест, новотех, на доверии. Такое решение было принято по результатам анализа обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Как пояснили специалисты Фонда, расширение перечня целевого использования денежных средств позволит оказать поддержку в развитии бизнеса большому количеству бизнесменов. Кроме того, изменения коснутся и конечного потребителя. Приобретая автомобиль, снегоход или лодку, предприниматель снизит издержки на транспортные расходы, что в конечном счете позволит снизить цены на реализуемый товар или услугу. С новыми видами и услугами микрозаймов можно ознакомиться на сайте www.fond83.ru В Нарьинмаре продолжаются работы по строительству частного детского сада. В декабре 2015 года предприниматель Дарья Ружникова получила окружную грант на организацию детской площадки и закупку материалов для детского сада. Как сообщила предприниматель, материалы для оборудования детской площадки и ограждения закуплены и доставлены в Нарьинмар. Оборудование детской площадки – следующий этап работ. Уже сделана внутренняя чистовая отделка, частично установлена мебель. Предприниматель планирует завершить первый этап проекта и к 1 сентября принять детей в группу дневного пребывания. Конечная цель проекта – открытие в Ненинском округе частного дошкольного образовательного учреждения на 25 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Осенью в Нарьинмаре откроется частный медицинский центр. Бизнес-проект по открытию в Нарьинмаре частного медицинского многопрофильного центра получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей в мае этого года. На открытие центра общество с ограниченной ответственностью за полярный медицинский центр получило из окружного бюджета 1 миллион рублей. На средства гранта приобретена часть оборудования. Общие затраты на реализацию проекта составили более 30 миллионов рублей. В настоящее время в здании завершен ремонт. Продолжаются монтажные работы и установка медицинской информационной системы. До открытия клиники необходимо оформить разрешительную документацию и получить лицензию на оказание медицинских услуг. Медицинская организация планирует оказывать полный спектр услуг по проведению медицинских осмотров, организовать приемы врачей широкого круга специалистов, лабораторную диагностику. С пациентами будут работать порядка 20 специалистов из Наринмара и других регионов. Предполагается, что учреждение откроет двери осенью текущего года. Северная транспортная компания запускает рейсы в Коми. С 20 июля муниципальное предприятие Заполярного района начинает эксплуатацию нового скоростного пассажирского катера «Баринс-9000», который зарегистрирован под названием «Виктор Безумов». Катер планируется использовать в основном для осуществления пассажирских перевозок на дальние расстояния. Из Наринмара в Усть-Цильму рейсы будут выполняться при наличии 70-процентной загрузки по понедельникам, средам и пятницам, обратно по вторникам, четвергам и субботам. Администрации Заполярного района утверждены тарифы на перевозки. Кроме того, постановлением администрации с 20 июля также снижена стоимость проезда на быстроходных моторных лодках «ЗР-1» и «ЗР-2». Цена проезда на теплоходах и моторных лодках теперь одинаковая. На теплоходах в июне перевезено около 3000 пассажиров. Из них большую часть составили льготные категории граждан. Это ветераны труда, которые ездят бесплатно, а также дети и студенты до 23 лет, пенсионеры по возрасту, которые пользуются 50-процентной скидкой. За первый месяц навигации услугами катеров воспользовались только 39 человек. В Неневском округе определили лидеров отраслевых соревнований среди оленеводческих хозяйств. Лучшим хозяйством по итогам работы в 2015 году был признан СПК «Путильяча», а лучшей бригадой – бригада номер один СПК «РК Заполярье». Помимо СПК «Путильяча», лучших производственных показателей среди оленеводческих хозяйств в 2015 году добились СПК «Нарьяна-Ты» и СПК «Харп». Они заняли второе и третье места в отраслевом соревновании. Среди бригадиров хозяйств лучшими по производственным показателям 2015 года стали Василий Терентьев из СПК «Заполярье», Иван Легейский, представляющий СПК «Путильяча», и Алексей Рожев из кооператива «Харп». При вынесении решения учитывалось шесть основных производственных показателей в оленеводстве, в том числе сохранность взрослого поголовья, валовое производство мяса, выполнение планов ветеринарно-профилактических мероприятий. Все данные хозяйства предоставляются во время сдачи полугодовых и годовых отчетов. Награждение победителей состоится в тундре в рамках празднования Дня оленя. Премия за первое место для оленеводческих хозяйств составляет 150 тысяч рублей, для бригад – 70 тысяч рублей. Все подробности экономической жизни округа читайте на сайте trksever.ru в разделе «Экономика и технология». Редактор субтитров А.Семкин